Всем привет, дорогие друзья! Большой привет, большой привет из Дубая, из отеля Рио. Знаете, как в Рио-де-Жанейро, только здесь не Рио, а Ри-У. Называется отель. Значит, вот знаете, всегда нужно в отеле ночь переночевать, чтобы делать какие-то выводы. Все здорово, по питанию вообще шикарно, по напиткам тоже вообще шикарно, все отлично. Но самолетики, которыми мы вчера любовались, днем, вот сейчас, кстати, слышите, летит. Ночью я проснулась у нее, я думала, нас атакуют бомбардировщики. Было настолько страшно. Ну не то, что страшно, но вы спите, знаете, такой звук где-то рядом там пролетел. В общем, всю ночь летали самолеты над окнами, ну в смысле над отелем. И вот, ну, кто чутко спит, на это нужно обратить внимание, что здесь рядом аэропорт и самолеты гудят, ночью гудят. Так, это первый момент. Ну и второй момент, что рядом все-таки стройка. И мы когда вчера пришли вечером в номер, вот они там что-то делали на стройке, какой-то такой запах был. Но он потом быстренько испарился, потому что система кондиционирования здесь очень хорошая. Но вообще отель мне нравится, вот очень-очень хороший отель, но вот эти вот минусы, они здесь есть, и их нужно учитывать. Ну и, конечно, что вечером, вот. А куда мы сюда-то идем? Это спортивный бар. Ну пойдем, ладно, здесь, вон там это есть. Вот. Ну и выбираться, видите, нет никакого не общественного транспорта, никаких дорожек рядом, то есть только на такси. Заблудились, да не, не заблудились, прошли через спортивный бар. Спортивный бар, это вот два бильярных стола, это спортивный бар. В общем, ну а сейчас мы идем на завтрак, посмотрим, чем здесь люди завтракают. Вот сейчас вообще прям свободно, потому что мы сегодня встали ни свет, ни заря в 6 утра. По московскому, по ихнему в 7, по московскому в 6. Пойдемте. Ой, я сейчас хочу там позавтракать, на улице. Давайте на улице с видом на море. Как красиво, сейчас сядем за какими... Еще пока что не жарко, можно. Сейчас посмотрим, чем здесь завтракают. Мне так нравится, мы так как рано пришли, ранние пташки, то здесь народу сейчас еще вообще практически никого нет. Сейчас с вами посмотрим, что здесь как. Прохладнее, ну а там с видом на море. Я с видом на море сяду. Это йогурты какие-то. А? А, ну давай, вон туда, давай пойдем, сумки положим, ага. Вот так вот, видите, вот, с видом на море. Так, попытка номер 2 идем, значит. Йогурты, всякие там эти... Нутелки, Монин. Это что такое, я не могу понять. А, эти фруктовые салатики. Смотри, где сидишь? Вот там, где окошко мою сумку увидишь. Так, здесь что? Что-то вегетарианское. А, вегетарианское карри, но вот эти вот лепешечки. Индийские, я вчера индийцы говорила, ну, индусы. Ясное дело, что индусы. В общем-то, я, конечно, такую еду не люблю. Тут тоже что-то такого же типа. Так. Здесь что-то раскатывают тесто, по всей видимости. О! Вот это то, что я люблю. Сейчас. Вафельки. Здравствуйте, можно, пожалуйста, вот ту? Ага. Есть, thank you. Вот вафельки я люблю. Вот мне кто про бекон. Спрашивали, откуда здесь бекон. Hello. Бекон, сосиски, картошка жареная. Картошка жареная. Картошка пареная. Так, овощи. Овощи. Здесь яичницы, да? Там яичницы, что яичницы не хочу. Это что такое? Пудинки, может, какие. Подожди, хумус. Хумус, нет, это не пудинг. Пик лес. Что такое за пик лес? Ну, в общем, это что-то невкусное. Сыр какой-то там еще есть. Вот салаты. Салаты с утра. Оливки. Вот тут, Лен, твои сыры. Вот фрукты. Фрукты, орешки. Сыр. И колбаса. Можно, пожалуйста, вот фрукты? Сейчас с утра вот такие вот соки, вода. Какой-то апельсиновый напиток. Водичка с огурцами, с лимоном. Я, наверное, вот такую сейчас попью. Это что-то непонятно. Вот это что-то похоже на томатный сок. Неужели томатный сок и есть? Все, девочки, вот такой вот завтрак. Вот это вот я так отмела сразу, что какая-то ерунда. А знаете, что это? Мне кажется, это арбузный сок. Потому что я у него спросила, что фреш? Он говорит, вот это фреш. А, да. А где он? Это арбузный сок. А вот прям стоят. Арбузный сок. Посмотри, как выглядит. С утра арбузный сок. Ой, господи, жить нужно в кайфе. Так, ладно. Значит, картошечка. Я смотрю, она везде. Ну, как бы вот здесь по еде что? Есть орехи, которых нет у нас. Здесь вот финики, орехи какие-то там, изюм, писташки. Ну, то есть на орехах здесь прям совсем не экономят. Вафли, которые я обожаю. Чайничек нам вот так вот принесли прям. Это кофейник, по-моему. Подожди, я попросила чай. Чай вот он. Прям вот в кружечке такой заварной принесли. А это кофейник. В общем, я на всех сразу заказала. У Ленка там что-то сыр какой-то она сегодня взяла. Тоже яичницу. И вот с таким вот фантастическим видом завтрак. Ой, боже, 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 как недовольна. Как я довольна. Что, не льется, что ли? Все, справились с чайником. Слив какие-то должны. У них тут все есть. Здесь есть все. Слушайте, завтраки, здесь обеды. Ну, вообще питание просто шикарнейшее. Нет, это чай, Лен. Лен, это чай. Каждому я заказала по чаю и по кофе. Сливки, иди, у них попроси, где-то есть должны быть. Пока сливки. Сливки, вон они стоят, этот. Видишь, молоко у них стоит. Это у них, видимо, анимационная программа. В 10.30 гимнастика, что ли, какая-то в 11.30 волейбол, аква-аэробика. Какая-то гимнастика, этот, как он называется-то? Фрэнш-болс. Чё, Оксан? Пошли, не надо. В общем, оставили вещи. Ну, у нас... Ну, есть вещи, конечно. Оставили вещи в багажной комнате. И идём на пляж. На пляж. Сейчас вам на пляже всё покажу. И расскажу. Номер мы освободили, кстати, по их поместному в 9. Но нам, чтобы не бегать уже с пляжи, чё смысл нам бегать? Смыслу бегать нет. Завтрак, кстати, до 10.00. А ланч начинается аж с 12.00. Ну, обед начинается с 12.00 часов. С 12.00 до 3.00. Всё. К морю. Здесь, видите, для особо ленивых даже лифт. А, слушайте, наверное, лифт для колясок. Или люди с ограниченными возможностями. Матрой спустится. Всё, снять. Снять скорее вот эту маску. Дебильная. Метр дальше в маске. На пляже без маски. Как это всё. Смотрите, какая прелесть. Красота. Слушайте, жарит сегодня. Прямо не по-детски, да? Угу. Вообще не по-детски жарит. Так, пойдёмте. Пойдёмте купаться. А вот там, смотрите, место без буйков уже. Может быть, туда пойти? Пойдёмте. Ну, пляжная, смотрите, полоса здесь шикарная. И вообще практически никого нет. Мне кажется, больше мы такого не увидим здесь. На других пляжах, куда мы поедем. Даже пусть они платные, но в любом случае там людей будет больше. Водичку. Мне кажется, там мелко. Сейчас посмотрим, сколько рыбок. Здесь прям, знаете, вот хочется сесть в воду и сидеть. Не влюблено. Ой, ну прямо она вода, знаете, так немножко... Немножечко освеживает. О, уже по пояс. Это прям уже радует. Слушайте, прям так это освежает вода. Сейчас пока что освежает. Так, вот теперь готова рассказать вам про наши планы. Ну, кто про шапочку мне пишет. Девочки, без шапочки здесь никак. Фунтик, не фунтик. Знаете, мне всё равно. А когда у тебя, во-первых, печёт, во-вторых, солнце постоянно попадает в лицо, оно не камельфру, поэтому... Мне моя шляпка нравится. Искусственная она, не искусственная. 1200 рублей стоила. Мне нравится. Шляпка хорошая. Значит, едем мы всего... Мы вот что решили с девчонками. Что... Ну, приедем мы сейчас, допустим, к нам в отель. Нам, соответственно, нужно будет опять на какой-то пляж ехать. А здесь вот он, пляж. Пожалуйста, есть. Поэтому мы сейчас здесь отдохнём до обеда. Пообедаем. Потом будет самая жара. Её пересидим. И потихонечку поедем к нам в отель. Ну, вот мы ещё хотим эту золотую рамку посмотреть. Съездить на неё. Посмотрим. Может быть, мы даже сегодня и на золотую рамку съездим. Ну, то есть, как бы здесь часов до трёх, допустим, побудем. Приедем, вещи у нас оставим. Сядем на метро и поедем к золотой рамке. То есть, соответственно, и вам покажем, как... И сами научимся, как в метро проходить, как карту покупать. Хотя нам многие пишут, и я, в принципе, с ними соглашусь, что здесь, так как нас всё-таки трое взрослых, и мы платим, соответственно, пополам всё, да, делим, то нам проще на такси передвигаться. Такси местное. Установила я приложение, мне писали, как оно правильно называется. Ну, я вставлю вам потом. Карим, по-моему, да, или Карим. Вот, это местное государственное такси, по которому его можно вызвать по нормальным ценам. Ну, и, собственно говоря, как бы цена колеблется там в зависимости от района. Рамка эта недалеко. Просто чисто, знаете, как для себя метро посмотреть, съездить. Ну, опыт такой, да, чтобы знать, как там ориентироваться, какие ветки. Это тоже такой опыт лишним не будет. А так, смотрите. Полный стиль. Полный стиль. Боже мой. Боже мой. Это же вообще, это так чудесно. Так чудесно. Ой. Это жить надо в кайфе. Потом тоже вот пишите, я вам так вот на комментарии, я не успеваю на комментарии отвечать. Когда тут на них отвечать? Тут, вы знаете, видео смонтировать по-быстрому. Ну, видео монтируется очень быстро. И здесь самое главное. В Стамбуле у нас задержка очень большая была. Там не было интернета у нас нигде. Здесь интернет, вот что здесь в Рио отличный, что Wi-Fi, соответственно, да. Что в нашем отеле. Тоже просто шикарнейший интернет. За 20-30 минут видео уже загружаются на YouTube. То есть, ну, чтобы вы понимали, в Стамбуле за целую ночь половина видео загружалась. Скорость такая интернета была. А здесь скорость на загрузку отличная. 20 минут видео загружается. Поэтому вы еще смотрите в прямом эфире. Потому что вот сейчас, сегодня у нас 16 мая. То есть, вы его 16-го и посмотрите сегодня к вечеру это видео. Поэтому практически без задержки. Видоса успеваю. Я пока вот там не купаюсь. Смонтировать и вам показать. И вот вы сравниваете там с видео других блогеров. Непонятно, то ли хотите прорекламировать других блогеров на моем канале. То ли хотите, как бы сказать, что ты там вообще никчемный блогер. Зачем ты этим занимаешься. Я так считаю, что и там, а зачем ты повторяешь? Зачем ты туда поехала? Там уже все были. Вот такие странные, вот странные люди. Я не понимаю просто для чего вот это вот все пишут. Потому что любому человеку хочется побывать. И сколько бы блогеров не было, у каждого, вообще людей, у каждого свое видение. У каждого свое видение процесса. Каждый делится своими чувствами, эмоциями. И разумеется, здесь никто Америку-то не открывает. Ясное дело, что здесь уже миллион людей было. И вы там половина людей, кто зрители смотрят, тоже здесь были. И смотрите, какие изменения, какая погода, как сейчас вообще сто. В любом случае, все увидеть невозможно. Кто-то видит одно, кто-то видит другое. Потом по поводу этого парка цветов, все советуют. Он, к сожалению, 15-го числа закрылся. Поэтому его мы посмотреть не успели. Потому что поехали в этот отель, не попадем. А вот пишут еще как-то в Global Village, что ли. Вот туда хочется. Я не знаю, как все успеть. Не знаю, сейчас надо с девчонками, сейчас они придут плавать. Мы здесь вот сейчас все засели в воду. И считайте, до обеда будем в воде практически все это время сидеть. Плавать. А то, что пишут с телефоном. Я с телефоном вот сейчас с вами там 3 минутки-4 поболтала. Дальше я телефон убрала. И, соответственно, мы уже рассекаем здесь то в одну сторону, то в другую. Как можно здесь, понимаете, не наслаждаться. А там, кто пишет, посмотрите, тот пляж. Тот пляж. Море-то везде одинаково. Здесь вообще, я говорю, это, мне кажется, вообще самое идеальное место будет здесь. Потому что, в чем? Песок, вода чистейшая. Народу минимальное количество. Что еще нужно от пляжа? Душ, лежаки, напитки. Бесплатные, пожалуйста, пей. Хочешь кофе, хочешь воду, хочешь кодировку. Кому что нравится. Хочешь коктейли. Но коктейли мы сегодня уже не будем пить. Потому что сегодня вечером хотим походить по нашему моллу, который рядом с нами находится. Эмират. И Эмирейд, как он-то правильно называется. В общем, там будем ходить. Программа сегодня насыщена. Поэтому нужны силы. Давайте сейчас вот так вот перевернем. Вам покажу. Спиной поплыву. Вот красота. Вот красота. Ну, пишут, что стройки многих напрягают. Ну, на самом деле, конечно, не кому легко, что стройки. Но куда от них деваться. Я так поняла, что они здесь везде в Дубае. Ну, где мы были, практически везде стоят какие-то краны. И что-то строят, строят, строят. Когда-нибудь все уже построят. Ух ты там. Мужчинам брасом плывет. Нас догоняет. Я спиной. А нас догоняет. Вон, Оксана сейчас воду зайдет. Оксан, а может быть, сегодня на рамку съездим? Оставим вещи, поедем на рамку съездим, а потом в мол. Не, ну, сейчас понятно. Сейчас вот пообедаем, чтобы день не терять полдня. Накупаемся вдоволь там, да, часу. И потом, чтобы уже на рамку съездить. Так пожарее не получится. Мы оставим пока сумки, пока до нас доедет. До четырех вы хотите. Ну, а давайте потом тогда у нас оставим сумки и поедем на рамку. О, смотри. Нет, а кто тебе говорит спешить? Я тебе и говорю не спеша. На, это, накупаемся, наотдыхаемся и поедем потихоньку. Видите, здесь вдоль плавают. Переход такой. Вот здесь вот еще мелко, а вот там, где Оксана уже плывет, там уже все, глубоко, резко как-то здесь. Дело в том, что сейчас, Виша, отлив большой. А после обеда будет опять прилив. Ну да, вот видно по полосе. Там, где вот такое вот утрамбованное все. Да это я уж не сказала про бойки. Что, знаете, как береженого бог бережет. Говорят, какие-то такие течения. Я, конечно, ни разу не попадала, что прям утаскивает тебя этим течением туда. Какие с отелями начинают строиться? Один, второй. Ну, я думаю, что... В принципе, все будет застроено полностью. Но я даже думаю, года через два. Это у них сама полномасштабная сейчас стройка. Хотят этот проект прям, чтобы был больше, чем вот этот вот Пальма Джумейра. А это Дейра. То есть он больше уже, остров-то сделан. Теперь осталось на острове построить дома. Хотя, честно, я вчера засыпала. И я с Оксаной вместе мы с ним. Слушай, мы на острове находимся. Это искусственный остров. А если тут что-то провалится? Что-то как-то на острове не Камильфо. Лучше на суши где-нибудь. На материке там, чтобы вот это вот... С острова Бог его знает, как они. Ну, понятное дело, что здесь такие технологии, что здесь, в принципе, наверное, ничего такого быть не может. Но вообще я не представляю, как вот они рассказывают. Какие-то глыбы, вот такие вот каменные глыбы укладывают. Потом какой-то песок такой. Все это потом еще утрамбовывают. И вот получается вот такой вот искусственный остров. Я этого ни разу в жизни не видела. Нет, там мелко, Лена, а здесь уже все глубоко. Так что плыви сюда, здесь вдоль плавать надо. О, морщ назад плывет. Он причем плывет, так никого не замечая. Слышишь, что его кто-то должен заметить и уступить. Уступить ему дорогу. Ну, так, впрочем, как и всегда, как и везде. Как и у всех, нужно уступать. Все, будем плавать. Смотрите. Сейчас, чтобы что-то взять в этом, в отеле, в смысле в баре, нужно надеть маску. Настолько это комиссионный, Алинук. Люди в купальниках идут, в трусах. Тоже такой же. Не, 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 подожди, это пунш. Это фруктовый пунш у меня. Кстати, очень вкусный. Безалкогольный фруктовый пунш. Что-то они там мешают. Гренадин там какой-то в состав входит. И какие-то там эти соки еще. Я не знаю, что-то какое-то она и один налила, и второй налила, и разбавила. В общем, прикольно. Но вообще, вот этот цирк с масками, ну, он просто убивает этот цирк с масками. Понимаете, это цирк. Вот я здесь сижу без маски. Вот иду без маски, ну, потому что это пляж, на территории пляжа можно. Но когда ты подходишь туда, ты должен надеть эту маску. В общем, вот такой вот ветерок начал. Здесь прям так хорошо светит, когда тебя немножечко отдают. Оксана из воды вообще не уходит. Но мы сейчас вот немножко в дворе освежились, попили напитки. В общем, мы будем купаться до обеда. Поэтому с вами я со всеми прощаюсь. Как всегда, всем добра, удачи, позитива. Ну, и как всегда, следующая часть совсем скоро. Пока-пока. 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 Продолжение следует...